здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео сегодня у нас 26 мая я немножко прозевал прозевал с замерами не специально значит прошел месяц и 4 дня 5 дней 21 числа родились поросята 21 апреля сегодня 26 мая поросята все-таки не все правда но самые крупные набрали вес нужный нам сейчас мы поймаем его сейчас мы просим что вам посмотрим поближе значит ну вы знаете тут наверно можете посмотреть визуально на него поставь паузу сейчас наверно свесим возьмешь контр нас правда электронный ну точно отойди ну что ты делаешь то блин закрылось время сейчас возьмем ну вот видишь 5200 видишь лишь два вплотную поднеси все есть и 200 вот 5 килограмм получается но что хочу отметить если честно они чуть-чуть это самое вот иди ангелина да я тебя уже боюсь видите в принципе в принципе в принципе свинок 10 было поросятах свиноматки это для свиноматки это достаточно много но 5 килограмм в среднем в среднем они наверно думаешь 4800 где-то в районе 5 килограмм есть есть он видите он такой чуть поменьше так более-менее ровные там один совсем маленький есть как бы как говорится семей без уродов а ну тетя посмотри на меня не хочет меня смотреть свиноматка я еще пока не отлучаю в принципе поросята готовы для продажи им уже месяц и сколько получается у нас там 45 дней этого уже вполне достаточно чтобы отлучить от мамки и они нормально развивались росли потому что не очень хорошо когда люди там отлучая месячного поросенка неприкормленного который себе привыкший к корму продают он начинает просаживаться в развитии человек потом обижается говорит да что ж такое начинается там проблема уже если на то пошло там с неделю даже передержать не такие большие затраты тем более мама кормит их ну принципе вот так вот за месяц и грубо говоря месяц там пять дней поросята набрали 5 килограмм своих но опять же повторюсь 10 штучек это как бы немало у свиноматки 10 поросят это достаточно большое количество ну про то на своевременные витаминизация их не своевременная подкормка дали нормальный результат еще один момент сейчас хочу поросяток проглистовать взял уже взял препарат его можно использовать в месячном возрасте для поросят и для кормящей свиноматки тоже вам подходит сделаю видео следующее если кому будет интересно в принципе я думаю многим будет интересно хотя если честно я не наблюдал гельменты ну глисты не видел там ни в навозе нигде нет такого что-то у моих наверное из-за того что я не держу ни собак нет ни котов на выгуле у меня не бегают поэтому и все хозяйство не страдает этой болезни но для так скажем для успокоения совести своей проглистую их не так дорого там эта проглистовка стоит там каких-то на поросят этих уйдет там душу там 10 гриль каких-то ну копейки короче но я буду уже полностью уверен что никакие никакие гады не будут тормозить их не развитие и рост это немаловажно потому что ну процентов 50 наверное проблем с развитием домашних животных это все-таки паразиты принципе все что хотел сказать поросята достигли нужного веса чуть-чуть запозданием но я думаю это не столь не столь существенно в принципе у этой свинки всегда получаются неплохие поросятки вот я вот этих которые беленькие которые меня грызанула только что халява мелкая вот этих бы я оставил даже на на племя можно было бы оставить они такие мамка у них хорошо и выхаживает хорошо и в принципе не должен ну как бы не сильно там многоплодия у нее ну все равно 10 штук с у нее это как нормальный результат так до 12 там это но 10 практически всегда она их нормально выкармливает не надо сильно напрягаться там заниматься какими-то он ведь в принципе они ровные вот этот немножко немножко как это ну бегает но он изначально был с кривыми ногами и такой маленький остальные в принципе нормальные мальчиков на будет пока стрелять девочки мальчики кстати растут вроде как даже получше но принципе все нужный вес достигнут подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты надеюсь рука у меня то нет до крови не прокусил так больно вызову в общем всего хорошего